У него была голова антиноя и глаза с золотыми искрами. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания. Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника. И я не слышала от него ни одной шутки. Со мной он не говорил ни о чем земном. Она сказала, если я правильно помню, что их судьба свела в рассветные часы. Как будто судьба так подыграла обоим. Вообще говоря, поэзия и живопись – это родные сестры. Еще Заболоцкий сказал, любите живопись поэты. И поэты действительно любят живопись. И понимают ее не хуже художников. Если бы в 1958 году в Советском Союзе, в Ленинграде, не вышел на экраны фильм о Модельяне, «Мон Парнас 19», и Ахматова не увидела бы этот фильм, и не ужаснулась бы тому образу, такому дешевой трактовке образа Модельяне, как некого такого пропойца, человека-богемы, вся жизнь которого была в разгуле, в каких-то непонятных связях, не ужаснулась бы этому, она бы не стала никогда. Рассказывать об этой истории. Потому что она, вот очерк пице Моди, потом это называется Амедаэл Модельяне, первое название было такой короткой, сокращенный вариант его фамилии, она стала писать в 1958 году, как желание, свое очень сильное желание рассказать о том, как это было в самом деле. И не только то, что было между ними, об этом она и не рассказала. Ей важно было, своего рода, бросить вызов обывателю, который трактует жизнь художника, судьбу художника, всегда так примитивно, банально, пошло, обыкновенно, как и ее, собственно говоря, жизнь ее судьбы. Понимаете, вот то, что она хранила всегда рисунок Модельяне, ее никогда об этом не рассказывали, а стала писать только в 1958 году, это был, своего рода, способ защитить жизнь художника, истинный смысл, ну и свою собственную жизнь. Вот когда мы вспоминаем, конечно, о Модельяне, на уровне мифа, который создали потом его доброжелательные, так скажем, в кавычках, часто друзья искусствоведы, то он предстает фигурой, которой практически не работал. Он ничего не делал, якобы только выпивал и доводил женщин до самоубийства. Нет, это же не правда совершенно. То, что вспоминает Ахматова о нем, это главное, пожалуй, подходит к характеристике его творчества, это дисциплина и напряженность. Самое интересное впечатление у меня осталось от лекции в Эрмитажном театре. Тогда только что прошел фильм «Монпарнас-19», о котором потом совершенно справедливо, как я теперь понимаю, уже с точки зрения моего возраста и нашего времени, отозвалось Ахматова, что это фильм на грани пошлости, и очень горько ей видеть такого Модельяне. Мы, конечно, я тогда не знал этих высказываний, мы были все очень молоды, и Жерар Филипп в роли Модельяне произвело у нас, конечно, неизгладимое впечатление. Там было все то, кроме, конечно, трагического конца и болезней, что интересовало молодых художников. Это дешевое вино, парижские улицы, кафе, привлекательная натура, романтика и любовь. Весь театр в Эрмитаже был полон. И когда лектор вышел, он не понял, что произошло. Он только сказал, я помню, крылатую фразу, что самым сильным искусством является кино. Потому что столько народу рвануло, молодых девушек, пожилых женщин смотреть и слушать о Модельяне. Мы после открытия этого фильма, некоторые, конечно, сразу кинулись писать наших русских обнаженных натурщиц в виде французских. То есть с длинными шеями, с пустыми глазами. Но потом нам педагоги рассказали, что пустые глаза – это от их тяжелой капиталистической жизни. А у наших натурщиц в глаза светятся радости. Мы завидовали тогда тому мифу, которому сделали режиссеры, и в книжках, что про него можно было прочитать. Это вот прекрасной романтической жизни с кистью в руке в одной, а с стаканом вина в другой. То есть мы его даже называли, когда ходили в кафе, там же был 910 год, а мы когда снимали, это было 70-е годы. Наравы были приблизительно похожи. Хоть и страны разные, и прошло много лет. Но мы это быстро очень усвоили, и даже вино называли «Пойдем пить Модельяне». Добрый вечер. Добрый вечер. Модельяне знаменит, во-первых, своим талантом, во-вторых, своей потрясающей красотой, а в-третьих, своей страшной богемностью, алкоголизмом и совершенно отчаянной жизнью. Любил всевозможные оккультные вещи. Такой персонаж черным манмартикой богема. Что мы знаем? Первая поездка Ахматова в Париж, 910 год, сразу после свадьбы, они с Гумилёвым приезжают в Париж. Это, собственно говоря, свадебное путешествие. Они молодые поэты, представляющие новое поколение, молодое поколение российской художественной интеллигенции, российской литературы. Естественно, что в Париже, который был таким местом обитания, интернационального обитания художников и поэтов, они попадают в эту среду. В среду парижской богемы, как говорили тогда. И разницы возрастной нет, поскольку язык общий, язык французский. Сознание очень близкое друг к другу. Потому что мне кажется, что у всех у них было такое чувство, что этот 20 век требует от них говорить о человеке, о мире, как-то по-другому, потому что очень многое изменилось. Это ощущение скорости, ощущение новых открытий, которые несет 20 век, нового взгляда на человека, связанного с техническим прогрессом, с освобождением человека от старых догм. И человек изменился. И поэтому было таким естественным совершенно общением. Там же жили русские художники. Ларионов, Гончарова. Это все там. Огромное количество людей мегрировало из России в Париж. Это было совершенно естественно. В брожении по Ман-Мартру, в том, что они бывали друг с другом в мастерских, в общих сидениях в кафе. Вырабатывался новый взгляд язык, литературный, художественный. Вот тогда они познакомились, и это было наваждением. Так отторгнутые от земли, Высоко мы, как звезды, шли, Ни отчаяния, ни стыда, Ни теперь, ни потом, ни тогда, Но живого и наяву Слышишь ты, как тебя зовут? Представляем себе Лексинбургский сад. Серый, дождливый день. Идет пара молодых красивых людей. Читают стихи друг к другу. В Орлеан они очень любили. Оба удивительно красивые. Это Ахматова с Модильяне гуляют по Лексинбургскому саду. Присесть они не могут. Потому что там масса стульчиков стоит. Но все они платные. У этого красивого молодого человека, Который художник Модильяне, Который сейчас висит в самых лучших музеях мира И стоит баснословные деньги. И повлиял не на одно поколение новых художников. Тогда не было денег, Чтобы посадить Любимую девушку Или подругу рядом на стульчик. За все надо было платить. Поэтому они искали скамейку общую. Где они могли под большим черным Модильяне С кемзонтом Поговорить об искусстве. Говорят о куризме, Тоска по мировой культуре. Поэтесса из Петербурга И художник из Парижа. Итальянский еврей. Русская поэтесса с дворянскими корнями. Говорят на одном языке. Понимаете? Ощущает это время, Этот город, Свой век, Себя в этом пространстве. Вот как абсолютно свободно. Оба были беззвестны. Я думаю, что на него Очень сильное впечатление Произвела эта молодая женщина, Поэт, У которой еще не вышел Ни один сборник. Она его знала Нищим художником, У которого в голове были Грандиозные замыслы. То, что было и в ее голове, Они похожи в этом смысле. В рисунках ведь это тоже есть. Это же не просто там вот Поза, Обнаженная женщина, Ню, А вот какая-то Свобода существования В этом мире, Которая потом ведь так Резко оборвется, И прервется, И сломана будет, И сознание охматывает, И в жизни будет влияние. Ей тогда 22, Примерно столько же ему. Колоссальные возможности, Которые есть и у нее, И у него. И желание Вот все понять и объяснить. На начале этого нового столетия, Новых людей. Такая великая иллюзия. Ну, прекрасная. Как-то раз мы, вероятно, Плохо сговорились, И я, зайдя за Музельяне, Не достала его. И решила подождать Несколько минут. У меня в руках была Охавка красных роз. Окно над закрытыми воротами Мастерской было открыто. Я от нечего делать Стала бросать В мастерскую цветы. Не дождавшись, Музельяне, Я ушла. Когда мы встретились, Он выразил Недоумение. Как я могла Попасть в запятую комнату, Когда ключ был у него? Я объявила, Как было дело. Не может быть, Они так красиво лежали, Сказал Музельяне. 1911 год. Ахматова снова едет в Париж. И отношения с Музельяне, Я не хочу назвать это дружбой, Любовью. Я, Зану Андреевну, Говорить ничего не буду. Все есть в ее тексте. Она все время повторяет Эту французскую фразу. Вы во мне, Как наваждение. Эта Модельяне Говорит про Ахматову 1911 года. Огромный потенциал Его, так сказать, Вот художественного мира В 1911 году. Я думаю, Что она это чувствовала. Как он прекрасно чувствовал, Что в ней заложены Огромные возможности. Самое ведь интересное, Что и у него, И у нее. Это разовьется так, И ни он, ни она. Этого уже не увидят. Даже какой она будет К 21-му году. Каким он будет Спустя 10 лет. Она этого не узнает, И как он не узнает, А не ничего. Когда в 70-е годы Появилось это ее эссе О модели Модельяне. Оно так потрясающе Для того времени Рисовало начало века. И устанавливало Некую связь Русского серебряного века Вообще с мировым авангардом. Это был такой чудесный миф. Который гораздо важнее. Что там было в реальности. Мы там начнем разбираться, Что Ахматова только что Замуж вышла И в Париж приехала С Бумилевым. И сколько она вообще Могла времени видеть Модельяне. Это большой вопрос. Это такая как бы Чудесная легенда В какой-то мире. Которая тем не менее Имеет под собой основания. Вагения. Ну конечно Это вещь сложная. Если бы они Жили более долго. Никто же не знает Как бы это сложилось. У них такая получилась В их взаимоотношениях Это скорее Прекрасная новелла Чем большой долгий роман. Это собственно говоря Такая история Парижская. У нее есть начало Но не в конце. Понимаете Расстались Она уехала. Они расстались У нее своя жизнь У нее своя жизнь. Это вот так вот Как может быть Только в Париже. Нет Это конечно Очень красиво Но логическим ключом Это не открывается. Вот у Ахматова Постоянно рисуют. Ее изображение Больше ста. И она этим Очень дорожит. И очень важен Ее образ Который останется В сознании Ее читателя. У Ахматовой Просто удивительно Удачное сочетание Таланта И красивой женщины. Не просто красивой А выразительной. Конечно художники Вдохновлялись. У Аненкова У Вальдмана У Петрова У Водхинга Потом она вращалась В их кругу Это же ее все Знакомые и близкие друзья И Модельяне Начинал Сразу же рисовать Ее образ Но как пишет Ахматов Он ее всегда рисовал Не с натуры Это очень характерно Потому что Предпочитал В общем работать Почти от себя Только изредка Поглядывать на натуру В 61 году Я побывал впервые У Анны Андреевны На улице Красной Конец Я запомнил Рисунок Модельяне Он висел У нее За спиной У меня есть Две фотографии Где этот рисунок Виден Она им Чрезвычайно дрожила Я его запомнил С тех пор А потом Когда прочел Очерк Ее о Модельяне Тем более Он мне стал интересен Но я уже Тогда подумал Что-то в нем Есть тяжелое Слишком монументальное Вот в этом Рисунке Мне хотел Я по фотографиям Понимал Что Анна Андреевна В юности Была куда Изящнее Чем на этом Рисунке И написал Стихи Написал Стихи Сказать по правде Там Русском Варианте Как будто Революции И войны Не водятся На вашем Горизонте Если бы она знала Может быть Борис Сердилась А может быть И нет Потому что У нее В этом очерке Модельяне Есть замечательная Фраза О том Что Этот рисунок Еще не может Дать впечатление О тех Замечательных Его Ню О тех Замечательных Его Обнаженных В которых Он достиг Совершенств Художнического Она говорила Что было Еще 16 Есть два варианта Ее рассказы О том Как пропали Эти 16 А в одном Варианте Это оставалось На чердаке Дома Гумилева В Царском Селе И когда После расстрела Николая Степановича Гумилева Дом Отдан был На разграбление Какие-то Революционные Матросы Революционные Матросы 21-го года Там на чердаке То ли после обыска То ли потому Что там Они разместились Нашли Бумагу В том числе Рисунки Модельяне И использовали Их Для Папирос Для закрут Для махорки Это Прямо Видишь Как Бессмертные Гениальные Работы Разрываются На маленькие Кусочки И люди Обсуждая Что-то Серьезное С их точки зрения Вообще Не понимая Вот этот мир То есть Параллельно Идут миры У них Свои проблемы А модельяне Работы Перелетели Сюда В Россию В такой же Жуткий Трагичный Параллельно И кто-то И кто-то Их Рвет На кусочки И выкуривает Второй вариант Это пропало Во время Блокады Знаете У меня есть Такая гипотеза Что она Сама их Уничтожила Это же не Принято В российской Традиции Чтобы поэт Крупный поэт Большой поэт Были его Изображения Это же невозможно Представить себе Ну представь Возьмем любое имя Любого писателя Литератора Поэта Это же невозможная вещь Такое Как сказать Такой взгляд На его Мир На его Дух и плоть Всегда же есть Некая дистанция Должна быть Так в России Принято Вот она Не хотела Видим Чтобы такой Образ Которым не было В этой Необходимой Ей дистанции Был предъявлен Ее читателю Она из этих Рисунков 16 плюс 1 Оставила Только тот один Вот эта Полулежащая фигура В египетском Головном уборе А дальше Выяснилось По-моему В 93-м году Что рисунки Сохранились Бродским Мне еще об этом Говорил в Соединенных Штатах Он был страшно Заинтригован И взволнован Ты знаешь Что наш Нес рисунки Я говорю Я знаю Он еще не видел Слышен Кулик Это уже 1993 год Это год Когда мы Последний раз С ним виделись Уже естественно За границей В Венеции Он сказал Слушай А ты знаешь Что здесь Выставка рисунков Модельяне Я тебе покажу Нечто И мы пошли Кулик Он говорит Ну вот теперь Я тебе задам задачу Не узнаешь ли ты здесь Среди этих бесконечных Ню Анну Андреевну Ахматову Причем там нигде Она не была написана Я нашел Три или четыре Рисунка С этим замечательным Горбоносым профилем С такими вытянутыми Пропорциями И сказал И показал ему Он сказал Ты нашел Одну треть Они не удосужились Выяснить Кого писал Амадео В результате Иосиф Действительно Достаточно точно Определил Кто Здесь Изображен И как мы Теперь знаем Это были не единственные Рисунки Ее как натурщицы Наверное Было Полтора Два Десятка рисунков На самом деле Вот Часть из которых Нам Вместе с Иосифом Посчастливилось Не только увидеть Но и определить Они все в Европе До сих пор Я вот Узнаю Что они в собрании Наследников Доктора Поля Александра Лечившего Модильяне Они подписаны Они датированы Только нигде не написано Что это Ахматово И видимо Из этого собрания И стали как-то Рисунки попадать В отдельные фонды Это было Очень Интересным фактом Когда Крупная Зарубежная фирма Передала Эту картину Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину На временное хранение Этот Рисунок Был передан В музей Анны Ахматовой Потому что Вернуть сюда Изображение Анны Андреевны Которая Живет Благодаря гению Великого художника Это то же самое Что принести Кусочек души Самой Наверное Анны Андреевны В те места Где Она невольно Прибывает И сейчас В любом случае Сейчас есть уникальная возможность И для петербуржцев И для ленинградцев И для гостей Этого города Сюда Прийти Вот в этот Изумительный Сквер Где уже Входишь И эта тишина Переносит тебя В какую-то Завершенно другую Реальность Это как увертюра В опере Которая тебе Дает возможность Забыть о транспорте О твоих проблемах И погрузиться В что-то такое Прекрасное И восторженное Если бизнес Или бизнесмен Понимает Что это не просто Ценность Которая может Лежать в банке Которая может Иметь определенный Материальный эквивалент А он понимает Что это Духовная ценность Которая Вот как я уже говорил Которая очень важна Именно На родине Анны Андреевны Он приобретает Еще больше Как бы Капитал Который не только Исчисляется Долларами Или евро Ахматов Жизает Что когда Она узнала Впервые В 30-е годы Из одного Журнала Посвященного Смерти Модильяни Что он считается Одним из величайших Художников 20-го века Его приравнивают К Ботичели Она была искренне Удивлена Это она При том Что Аманда Хайт В своей биографии Анны Ахматовы Которую она записала Еще при ее жизни Говорит Что О значении Модильяни Убового Известности Впервые Сказывал Исаия Берлин Когда они Встретились С Ахматовой Уже После войны Ну как бы В этой единственной Измене Встречи С Исаией Берлином И что Она была Искренне Удивлена Так что Решать Что ей было Известно Что ей было Неизвестно Мы можем Только догадываться А ей Честно говоря Ну как мне кажется Это уже не важно Ей не важно было То что он стал Потом Всемирно известным Художником А вот важно То что Те слова его Французские По-французски Которые она записывает Вы во мне Как на вождение Вот не случайно Бродский Которому Ахматова Читала Свою сэ О Модильяни Слушай это Говорил что это Как Ромео и Джульетта В исполнении Царственных особ Вероятно Мы оба Не понимали Одну Существенную Вещь Все что Происходило Было для нас Обой В предыстории Нашей жизни Его Очень короткой Моей Очень длинной Дыхание Искусство Еще не обуглило Не преобразило Эти два Существования Это должен был Быть светлый Легкий Предрасветный час Но будущее Которое Как известно Бросает Свою тень Задолго Перед тем Как войти Стучало В окно Пряталось За панарями Пересекало Сны И пугало Страшным Парижским Парижем Который Притаялся Где-то Рядом И все Божественное В Амедее Только Искрило Сквозь Какой-то Мрак Притаялся 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 Притаялся